Квадрокоптер уже собран и нашему пушистому помощнику уже не терпится его собрать. Ну что ж, сегодня мы прошьём контроллер АПМ и проведём базовую калибровку и настройку перед первым полётом. Ну а специально для подписчиков моего канала у меня есть небольшой сюрприз. Я перевёл программу Mission Planner на русский язык. Это та самая прога, через которую мы будем прошивать и настраивать наш квадрокоптер. Всё что вам нужно это скачать файл дополнения и установить его в папку с установленным Mission Planner. Но советую вам не увлекаться такими вредными привычками как использование программ на русском языке и по возможности использовать только английские версии. Ну а мы начинаем. Для того чтобы прошить контроллер подключим его к компьютеру при помощи USB кабеля. После чего скачаем и установим Mission Planner. Ссылки на оригинальную версию и перевод будут в описании. Во время установки Mission Planner обновит драйвера на контроллер. И если вдруг у вас появится сообщение об установке неподписанных дров, смело соглашайтесь на установку. Уупс, я чуть свой адрес не спалил. Так, я буду жить где-нибудь вот здесь. Окей. Да, нормальное место. В общем, через эту пробу мы будем настраивать наш квадрик. Вот справа сверху вы можете увидеть список портов для подключения. При подключении через USB правильный порт будет обозначаться как Atmega2560. В общем-то его мы выбираем и скорость при подключении через USB устанавливаем 115200. Но сейчас подключаться мы не будем, сейчас мы обновим прошивку. Для этого переходим во вкладку Initial Setup. И подождем пока Mission Planner скачает список доступных прошивок. Вот тут, друзья, нас и ждет такая большая подстава. Дело в том, что на контроллера PM последняя версия прошивки это 3.2.1. Нам сейчас предлагают установить версию 3.4.6. Если мы ее зальем принудительно, у нас контроллер, к сожалению, работать вообще не будет. Поэтому мы сейчас будем заливать старую версию. Для этого мы нажмем кнопку Pick Previous Firmware. У нас ее нету. Для того, чтобы эта кнопка появилась, мы переходим во вкладку Config Tuning. И меняем Layout Basic на Layout Advanced. После чего у нас список доступных прошивок обновится и станет доступна опция загрузки предыдущей прошивки. Выбираем прошивку ArduCopter. Кстати, если выбрать версию повыше, Mission Planner сам по себе не позволит нам ее залить и автоматически понизит ее. Поэтому я выберу для примера версию 3.3. В контроллер на самом деле зальется версия 3.2.1. Теперь можно подключиться к контроллеру, нажав кнопку Connect. Подождем, пока загрузятся параметры. В общем, здесь вы можете отслеживать всякие полетные данные, такие как высота, направление, скорость, расстояние до дома и так далее. И вас наверняка напугает сообщение Bad Compass Hills, которое обозначает, что с компасом что-то не так. Но в нашем случае пугаться не стоит. Сейчас это сообщение обозначает то, что нам необходимо произвести калибровку компаса, ну и заодно всех других частей. Поэтому, если вы уже купили 3DR модем, то самое время подключиться при помощи него. Но если вдруг у вас нет такой штуки, то советую воспользоваться кабелем подлиннее. Или в крайнем случае использовать удлинитель для USB. Когда будете подключаться через телеметрию, вам нужно будет выбрать другой порт, а также указать скорость 57600. И для настройки мы перейдем во вкладку Initial Setup. В принципе, я могу предложить вам пройти настройку при помощи мастера настройки, он называется Wiser. Там все удобно и по пунктам, но я буду показывать настройку индивидуально для каждого этапа. Во вкладке Frame Type мы указываем тип нашей рамы. Он может быть X-образным или плюс-образным. В нашем случае это X-образная рама. Теперь откалибруем акселерометр. Калибровка может быть точной и не точной. Мы выбираем точную калибровку и выравниваем наш квадрокоптер. И жмем продолжить. После этого переворачиваем квадрик на левый бок и хорошенько фиксируем. Затем на правый бок. Я могу предложить прижать его к стене или к чему-нибудь подобному, потому что если вы будете хоть чуть-чуть шевелить квадрик, это скажется на точности калибровки. В общем, наклоняем квадрик носом вниз и носом вверх. Вообще, калибровка нужна для того, чтобы квадрик точно знал, где находится земля. Ну и для того, чтобы его не уносило в разные стороны. Поэтому, если вы будете выполнять калибровку с пушистым помощником, ваш квадрик будет летать намного лучше. И теперь нам нужно перевернуть квадрокоптер вверх ногами. Очень хорошая идея будет на время калибровки открутить GPS-стойку или хотя бы ее сложить. Но нам и так сойдет. Нормально. В случае успешной калибровки у вас появится сообщение Calibration Successful. Если у вас этого сообщения нет, то советую повторить калибровку уже прижимая к стене или как-нибудь более точнее. А сейчас давайте откалибруем наш компас. Для этого переходим во вкладку Компас. И убедившись в том, что у вас стоят галочки точно так же, как у меня, нажимайте Live Calibration. И при вращении коптера у вас должна будет появиться вот такая вот картина. Если вдруг у вас по какой-то причине точки не появляются, вам необходимо проверить, работает ли у вас вообще компас и попробовать все еще раз переподключить. Сама калибровка выглядит таким вот образом. Нам необходимо отойти как можно дальше от любых металлических предметов и начать вращать его во все стороны и по всем осям. Сначала просто проворачивайте его вокруг себя, затем наклоняйте, к примеру, вперед. И так же вращайте его по часовой стрелке. После этого вам надо его развернуть в какую-нибудь другую сторону и повторить то же самое. В общем, так делается абсолютно для всех сторон. Но старайтесь делать это не очень быстро, иначе калибровка будет не совсем точной. Также, если вы делаете калибровку при помощи USB-провода, вам надо позаботиться заранее о длине провода, и я не знаю, как здесь в обычном USB-кабеле можно обойтись на самом деле. Поэтому либо пользуйтесь удлинителями на 1,5 на 2 метра, либо делайте это, как я, при помощи телеметрии. А после этого надо будет завершить калибровку путем переворачивания квадрика вверх ногами. И, в общем-то, все тут и так понятно. Как только квадрокоптер считает достаточное количество точек, Mission Planner пикнет о том, что калибровка завершена. Жмете ОК, и данные калибровки сохраняются. Также советую поставить галочку напротив Automatically Learn Offsets, что позволит коптеру во время полета автоматически обучать компас. В принципе, это хорошо сказывается на полете. А теперь давайте проверим и откалибруем наш пульт. Зайдем во вкладку Radio Calibration, и здесь мы увидим значение сигнала для каждого канала в ПВМ. Как вы можете увидеть, среднее положение стиков, то есть джойстиков, равняется примерно 1500. Небольшая погрешность, это ничего страшного. Ну а с крайними положениями мы сейчас разберемся. Ось Roll у нас должна находиться на вот этом стике. Она отвечает за наклоны вправо и влево. Ну тут все логично. При движении вправо сигнал возрастает, при движении влево сигнал убывает. Ось Яв отвечает за поворот квадрокоптера по часовой стрелке и против часовой. Все по аналогии с Roll. Вправо возрастает до 2000, влево убывает до 1000. Канал газа, который находится на третьем канале приемника, возрастает при движении вверх и убивает при движении вниз. И вот большая подстава вас ожидает с осью Pitch. Дело в том, что она инвертирована. И при движении вверх у вас сигнал должен убывать, а при наклоне вниз у вас сигнал должен возрастать. Вот такая вот ерунда. Запомните это. Помимо этого у вас еще есть тумблеры, которые отвечают за 5 и 6 канал. Эти каналы мы назначим для переключения полетных режимов. Режимов стабилизации, режимов полета по GPS и режимов возврата домой. Теперь нашему квадрокоптеру важно знать, какие значения каналов ПВМ соответствуют боковым положениям стиков. Для этого мы откалибруем наш пульт, нажав на кнопку Calibrate Radio. После чего нужно расширить точки минимума и максимума. Я советую повертеть всеми стиками во все стороны. Также не забываем откалибровать тумблера. После чего опускаем газ в ноль и выравниваем все стики. Жмем сохранить и окей. После этого можно перейти к настройке полетных режимов. Про все режимы я рассказывать вам не буду, это займет очень много времени. Но расскажу про три основных, которыми мы будем пользоваться. Итак, первый режим самый главный и вам стоит научиться летать именно в нем. Это режим стабилизации. Название говорит само за себя. Квадрокоптер будет висеть ровно по отношению к горизонту. Но его может уносить ветром, поэтому будьте осторожны. Второй полетный режим, в котором мы будем летать, это лойтер. Его еще многие называют режим полета по GPS. В этом режиме квадрок будет висеть ровно и его не будет уносить ветром. Если вы отпустите все стики в среднем положении, квадрокоптер зависнет в одной точке и его не будет уносить ветром. И также не будет скакать по высоте. Ну, просто-напросто зависнет. Третий режим, который нам пригодится, это RTL или возврат домой. При включении этого режима ваш квадрокоптер набирает 15 или 20 метров высоты, возвращается в точку взлета и совершает посадку. Еще есть режимы Simple Mode и Super Simple Mode. Я их называю вредными привычками, потому что люди, которые учатся летать в этих режимах, потом с трудом переучиваются летать в нормальных. Дело в том, что в этих режимах ваш квадрокоптер всегда будет лететь от вас, если вы нажмете стик вперед. И всегда будет лететь к вам, если вы нажмете стик назад. Поэтому я сразу советую убирать все галочки Simple Mode и Super Simple Mode и никогда не пользоваться ими. Переключая тумблер, который у нас отвечает за пятый канал, мы можем сейчас определиться, какие полетные режимы активируются. Назначим на три положения стиков каждый полетный режим, про который я только что рассказал. И не забудьте запомнить, какой полетный режим у вас на каком положении тумблера. После этого можно настроить фейлсейв. Фейлсейв это такой режим, в котором ваш квадрокоптер может вернуться домой, либо совершить экстренную посадку. Если у вас будет датчик напряжения, то можете включить фейлсейв по разряду батареи. В таком случае он может либо совершить посадку, либо успеть вернуться домой. Но у нас датчика напряжения нету, поэтому мы будем использовать фейлсейв по потере радиосигнала. Тут как раз можно выбрать действие, которое произойдет при потере сигнала. Enabled Always RTL обозначает то, что фейлсейв будет всегда срабатывать и квадрокоптер вернется домой. Второй режим обозначает, что квадрокоптер продолжит выполнять миссию в автоматическом режиме, даже если у него отвалится пульт. И третий режим обозначает то, что квадрокоптер совершит экстренную посадку. Я выберу первый режим, потому что у нас установлен GPS, и я уверен, что он будет работать безотказно. Фейлсейв ПВМ – это уровень сигнала на любом канале, ниже которого у нас будет срабатывать фейлсейв. Дело в том, что если вы внезапно выключите пульт, в миссион-пленнере данные каналы останутся на моменте последнего рабочего значения пульта, но на самом деле они будут обнулены. То есть нам важно выставить значение, которое пульт не может выдать в нормальном режиме. Я советую выставлять значение 975 или чуть меньше. Фейлсейв в таком случае сработает даже в случае, если у вас от приемника отвалится какой-нибудь важный провод, ну и само собой по потере сигнала с пультом. А для того, чтобы двигатели начали вращаться одновременно и с одинаковой скоростью, надо откалибровать регулятор моторов. Для этого мы включаем аппаратуру, даем максимальный газ и включаем квадрокоптер. Подождите, пока на контроллере замигают красные и синие светодиоды. Затем снова выключите и включите квадрокоптер. Подождите, пока регуляторы пропищат и опустите газ в ноль. Такой звук обозначает то, что калибровка завершена. На всякий случай переподключим еще раз квадрокоптер и пульт и перейдем во вкладку «Мотор тест» для того, чтобы проверить наши моторы. Тут у нас есть два параметра – это уровень газа в процентах и длительность тестов в секундах. Я выставляю обычно 5 секунд и 10% газа. Все ошибки лучше выявлять до первого полета. Итак, перед у нас спереди. Это мотор А, Б, С и Д. Сейчас мы проверим, правильно ли мы подключили моторы к контроллеру и в ту ли сторону они вращаются. Итак, мотор А. Если мы вспомним, он должен вращаться против часовой стрелки. Прикладывая палец, можно понять, в какую сторону он крутится. Да, он вращается против часовой, значит все правильно. Мотор Б вращается по часовой стрелке. Мотор С вращается против часовой стрелки. И мотор Д вращается по часовой. Если вы вдруг подключили регуляторы к контроллеру не в той последовательности, то порядок моторов у вас будет другой, вам надо подключить все правильно. Иначе квадрик упадет, едва успев взлететь. Давайте теперь прицепим пропеллер и проверим все моторы еще раз. Но в этот раз я советую запускать все моторы на скорости не больше чем 7-8% газа. Ну вот и все, друзья. На этом сборка нашего коптера завершена. В следующей части мы полетаем на этом квадрокоптере, а также начнем настраивать такие продвинутые параметры, как ПИДы и так далее. Ну и само собой, нас дальше ждет куча различных тестов, таких как тест максимального расстояния, скорости, высоты, грузоподъемности и еще много чего интересного. С вами был Кирилл Лисицын, всем пока!